Купил вот такой силикон. Вот такой, не знаю, не пробовал никогда. Попробую снять форму вот с этого крестика. Это крестик я отливал из китайской опоки. Тут довольно мелкая деталировка, но просто хочу посмотреть как будет проходить вот дегазация. Ну пока под баночкой, поэтому небольшую такую сниму и заодно проверю как себя ведет силикон. Вот посмотрю как с ним можно работать. Приветствую всех своих подписчиков. Ну вот и весна пришла за окном солнышко, 1 марта, так что продолжаю тут ковыряться в своих поделках и идти к намеченной цели сделать себе литейную такую установочку небольшую на столе, чтобы все это можно было компактно работать и заниматься там художественным творчеством. Ну ладно, тут такое дело. Я в прошлом видео показал, сделал себе для дегазации вакуумный насос из холодильника, там все с вибрацией. Что-то получилось, что-то не получилось. В комментариях там пишут, что надо чуть-чуть по-другому. Но это я потом доработаю. Это пока чисто для пробы. То, что под руку подвернулось, из этого я и сделал. Ну и чтобы ее проверить как это все работает, я решил немного тут с силиконом повозиться. Вот. Для меня это новое. Я с силиконом раньше не работал, но поскольку я человек старый, когда все начинал заниматься художеством, там не было ничего. Поэтому не было никаких силиконов, ни компьютеров, тем более смартфонов. Поэтому приходилось все делать своими руками, что-то придумывать. Вот с тех пор, наверное, это дело у меня в голове осталось. Все время что-то придумываю, что-то из чего-то переделываю. С печками я своими вроде как уже все отработал, с индукционным нагревом, там все понятно. Если кому интересно, вот сверху ссылочка на переделки сварочных инвентаров под индукционный нагрев, там все достаточно подробно. Я объясняю, показываю доходчиво и уже, ну в принципе, в последних видео можно посмотреть, там уже все доведено, можно сказать, до совершенства. Там и с защитами и все. Но это видео сегодня не об этом. Я пошагово так иду к вакуумному литью, и чтобы все это можно было непосредственно завязать на одной индукционной печке. Вот. Ну сейчас с силиконом. Значит, вот начал про силикон рассказывать. Я говорю, что раньше такого ничего не было. Был формопласт, можно было договориться там у реставраторов и прикупить что-то. В принципе, так в продаже его не было. Это такая масса, которая в водяной бане расплавлялась и заливалась в форму, но она под гипс. Она тоже напоминала силикон, довольно долгосрочная, но для таких каких-то больших работ. Вот. Ну, как выход можно было просто взять столярный клей, если кто знает, что такое столярный клей. Это не клей ПВА, а это клей столярный, который надо было варить. Варить надо было в водяной бане. Если его смешать с глицерином, то получалась такая смесь тоже довольно гибкая. Вот. И можно было тоже снять форму такую не очень сложную, но чисто под гипс. И потом туда отливать. Она, конечно, со временем сохла, но её всегда можно было опять в водяной бане растопить и опять это всё дело сделать. Ну, вот как-то так. Так что, а я тут посмотрел разные видео про силикон, но и решил тоже, поскольку тут занялся, и вроде как это новые технологии. А вот. И поэтому решил попробовать силикон. Значит, что я купил? Сейчас покажу. Это оловянный силикон С20. Вот у него, да? Не знаю. Он, в принципе, недорогой, поэтому я его взял вот чисто на пробу. Ну, в инструкции написано, что на 100 мл 2 кубических сантиметра компонентного отвердителя. Ну, вот отвердитель идёт тут с такой пипеточкой. Я думаю, что тут всё нормально получится. По времени, что тут написано? Что где-то начало схватывания у него непонятно. Вот. Процесс смешивания займёт 4 минуты. Ну, я думаю, что где-то минут 15. На всё про всё есть. Я думаю, можно неспешно всё это дело сделать. Ну, и заодно посмотрю. А так, полное высыхание написано у него. Полное высыхание где-то... Где-то, где-то... Где-то я видел. Сейчас посмотрю. По-моему, не то 6-8 часов. Что-то где-то я тут в описании... В описании мне попадалось. Сразу скажу, что для меня это тоже первый раз всё. Я не пробовал снимать формы силиконовые. И вообще работать с силиконом. Ну, именно вот с таким. Поэтому тут что получится, то получится. Просто потихонечку хочу наделать восковок. Потом, чтобы наделать своих опок. И уже вот эту идею, то, что я говорил в предыдущих видео, хочу совместить индукционный нагрев. Вот в тех печках, которые я делаю из сварочных инверторов. Вот. Сделать вакуумное литьё, но вместе. Сразу и плавить металл, и нагревать опоку. Ну, всё как бы в одном. Вот для этого мне нужно много опок. Ну, потому что, понятное дело, что по ходу тестов и какой-то подгонки придётся их много испортить. Поэтому вот такое дело. Сейчас сниму, посмотрю, если всё получится. Потом буду делать опоки. И уже потом продолжу там и греть, и плавить, и всё остальное. Вот такой силикон, и он идёт с компонентной, с топ-2. Я выбирал чисто потому, что подешевле. Но чтобы чисто попробовать, мне нужно деказацию понять. Нормально будет идти деказация, ненормально. Вот чисто для этого я взял. Потом это, может быть, я что-то поменяю. Но, как выяснилось, что много подводных камней вот в этой штуке. Сейчас я вам расскажу, покажу. Я начал делать. Вот сейчас фрагменты видео включу. Так, подготовил весы. Сейчас буду вывешивать всё. Но, думаю, по объёму должно хватить. Если вот до сих пор. Тут оно пошире в диаметре. Ну, примерно так. Насколько у меня, если глазомер меня не обманывает, значит, должно хватить. Но сделаю побольше. С учётом того, что деказация будет, будет подниматься. Наверное, надо ещё горловину чем-то облепить, чтобы это не вытекло. Вот. И продолжу. На этих весах точно вымерю. Там 100 к 2 нужно. Поэтому вот посчитаю, прикину, чтобы было всё точно, как по инструкции. Так, что-то не подумал. Если мешать, получается, что мне мешается этот скотч. Наверное, сейчас я его отдеру. Сначала размешаю всё, а потом облеплю скотчем. Наверное, вот такую процедуру лучше сделать. Вот до горловины налью я. Ну, наверное, вот этого хватит. 42 грамма. 42 грамма ровно получилось у меня. Сейчас прикинем, сколько надо. 2 процента. Значит, 42 делим на 100. И умножим на 2. Получаем. 0,84 грамма надо добавить. Меньше грамма. Поэтому как-то... Не знаю. Сейчас, если это не сбросится у меня тут... Сейчас наберу сюда. Тут 1 кубический сантиметр. Это грамм. Наберу побольше. В крайнем случае, я потом его обратно туда вылью. И буду капать. Ну, вот как-то так. Значит, мне нужно... До трех. До 43. Так, 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 так. Еще чуть-чуть не хватило. До 43 нужно. Вот, 43. Ребята, очень удобная, кстати. Все. Все, ребята. Залил. По пропорциям вроде правильно. Начинаю аккуратно все это замешивать, как написано там, чтобы все это промешалось. Поскольку процент небольшой у отвердителя. Это не... Есть просто силиконы, у которых 50 на 50. Там проще размешать. А здесь размешать равномерно. Нужно постараться еще, чтобы этот отвердитель хорошо по форме... Вот. Ну, когда много, я думаю, что там дрелью надо мешать. Здесь я просто немного. Поэтому я попробую размешать все-таки томат одна везде. Размешать все-таки. Так, ну что, будем мешать. Три минуты мешаем. Как написано в инструкции. В любом деле подготовительный момент всегда очень важен. Если все сделать изначально качественно, то, в принципе, должно все получиться. А если сразу схалтурить сначала, то я думаю, что проблемы возникнут. Ну, все. Три минуты подходит к концу. Три минуты мешал. Убираю. Убираю. Сейчас залепляю сверху еще вот этим скотчем, чтобы не убежал он у меня. Силикон весь при дегазации. Ну, вот смотрите, перестал мешать, пузырьки стали появляться. Все-таки воздух там какой-то, вероятнее всего, что появляется. Поплотнее все замотаю. Так, что я забыл сделать, это форму разделительным спреем промазать. Вот, что там тоже рекомендуют. Вот. Ну, пока будет у меня тут дегазация идти. Все, ставлю. Сюда ставлю и будем наблюдать. Накрываю баночкой. Все, перекрываю. Так. Ну, что, запускаем. Три минуты пошло. А пока вот таким восковым там буду следить сейчас. Ох, как побежал это. Пузыри-то копильно выходят. Сильно поднимается. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Так что, хорошо, что я залепил форму. Надо, наверное, вибрацию еще включить, чтобы это все отходило. Ох, как сильно поднимается-то она. Как только добавляю, наверное, надо чуть-чуть сбросить. И еще разик. И так несколько раз. Вот, она туда ушла. Это я клапан приоткрыл. Включаем вибрацию. И еще раз добавляем. Так что, ребята, надо емкость брать гораздо больше. Смотрите, как она прям вспенивается. Я боюсь, что... И так несколько раз. Очень большую емкость надо брать. Просто сейчас у меня колпаката нету большого. Убегает очень сильно. Смотрите, сколько газа образовывается. Сколько пузырей. И все оно все никак. Все, больше не буду давать. Сейчас это давление поднимать. Ну, в смысле, опускать. Вот сейчас я остановил компрессор. Осталась только вибрация. Наверное, надо еще раз скинуть. И так несколько раз. Сейчас еще разик запускаю. Запускаю вакуум. Очень сильно это отделение газа идет. Просто я не предполагал, что так бурно это все будет отходить. Эти пузырьки-то как-то не собираются и лопаться. Емкость маловатую я, конечно, выбрал. Ну, посмотрим, что получится. Пока сейчас только на вибрации. Но вакуум там какой-то есть. Не максимальный, сколько может. Вот. Иначе... Никак. Сейчас пока только на вибрации. Чтоб эти пузырьки все кверху сюда вышли. Малярный скотч пока терпит, но чувствуется, он промокает. Наверное, надо еще раз сбросить давление. И еще раз дело сейчас сброшу. Вибрацию не буду выключать. Ну, и еще раз давление создам. Отрицательное. Ну, уже так быстро не поднимается. Это уж кошмар. Ну, все, нет, все равно, ребят, смотрите. Оно так закипает и закипает. Просто я даже отключил вот понижение давления. пузырей. Пузырей, конечно, очень много. Не знаю, может быть, и нужно было только вибрацию, и не делать эту вот газификацию смеси. Дегодизацию. Дегодизацию смеси. Ну, вот смотрите, что получается. Даже с вибрацией вот оно. Уже скотч начинает немножко отклеиваться, поэтому я так несколько побаиваюсь, что это у меня все вытечет. чуть-чуть я приспущу сейчас. Ну, не знаю, уже минут пять я дегазирую, а он все, пузыри выходят и выходят. Поэтому тут такое дело. Как только включаю, добавляю вакуум, и все, и полезли пузыри. Включаю, выключаю, и все опять по новой. Видите? Я даже не представляю, что мне кажется, они там останутся, все эти пузыри. Это очень большую, надо емкость, чтобы они все вышли. Раза, наверное, в три-четыре больше, ну, выше емкость, где разводится этот гель. Так, ребят. Ну, берем. Пузырей там достаточно. Вот даже... И я скажу, что гель-то застывает очень быстро. И поэтому, вероятнее, все, что не получится в этот раз ничего залить. сейчас вот это снимаю. не, ребят, все, схватился очень быстро. Наверное, я им сейчас что сделаю? Промажу просто вот это дело, пока он густой. а потом новым новым залью посвежее который. Потому что это не дело вообще. Очень быстро схватился. не, ребят, надо заново. Все, не получилось. Он не затечет туда, куда нужно, мне кажется. либо его просто ну, я его из этой банки тогда не выну, если я его туда запекну, в эту банку. Вот. Поэтому тут такое дело. Очень быстро схватывается. и какие там нафиг несколько. Просто уже уже совсем вот такой загустевший. не знаю, как там промазалось, не промазались эти все полости. Ну, как обычно, на ошибках учимся. Меньше надо было наливать этого. Я налил чуть больше грамма, а надо вообще там совсем чуть-чуть. Если 0,87, значит вообще 0,5 надо было наливать. Тогда я думаю, что 0,5 грамма на 40 грамм. Тогда возможно что-то и нормально получилось бы. А так, конечно, это это все неправильно. То, что я делаю, конечно, руками тут. Но вот какое-то количество геля мы испортили. Ладно. главное, что его нельзя разбавить. Так, еще раз. Ну, вообще, уже застыло все. Очень быстро застывает. В принципе, получается, что этот силикон хорош, если без всякой вакуумной вибрацией просто вот обмазкой делать, форму снимать, обмазать аккуратненько, а потом уже заливать. Вот, наверное, он хорош. Потому что я в обзорах смотрел на Ютубе, там наоборот народ как бы вот, как бы, чтобы ускорить схватывание, а тут, получается, надо наоборот замедлять. меньше надо гораздо чем 2% туда это дело набухивать. Ну, вот. Ну, вот тут написано на 50 кубических сантиметров, да, вот эта емкость один кубический. Ну, я так и добавил. Получается очень быстро. 10 минут все. Поэтому сейчас я еще разик те же 40 разведу. емкость побольше. Вот. И добавлю поменьше. Пока это дело тут подсыхает у меня. Ну, она уже так обтекла. Эта форма и сохнет. Ну, говорят, силикон к силикону пристает хорошо. Вот он там к стенке прилип. Не успел я сделать разделителем. Поэтому ну, вот такой весь сумбурно так начал. Но непонятно пока как с силиконом работать. Они все разные силиконы. Это половянные есть платиновые короче тут надо немножко додумывать. Но я думаю что как и с печками тут я все доведу до логического завершения. Тара значит 7 грамм тут 40 миллилитров сюда мы наливаем. силиконом 40 и добавим всего отвердителя совсем чуть-чуть на 40 значит 41 делим на 100 и умножим на 2 получаем 08 надо добавить 8 значит это будет 42 16 вот 05 добавил все больше не будет пусть лучше дольше сохнет и заодно проверю если меньше добавлять как как будет лучше сохнуть хуже будет сохнуть поэтому замешиваю еще раз фактически совсем чуть-чуть и сюда добавил написано три минуты мешайте пока три минуты мешал он уже застыл так что еще разик пока придет понимание и заодно потом то что здесь останется посмотрю насколько вот это долго будет застывать когда я в два раза меньше добавил не 100 к двум а 100 к одному вот хотя температура у меня здесь я бы не сказал что тут в районе 20 градусов всего поэтому говорят что если температура высокая тогда он быстрее схватывается но вот что-то мне подсказывает что это совершенно не так вот когда мешаешь до замешиваешь пузырьки по появляются но когда делаешь дегазацию получается что они еще больше их появляется начинает вскипать это масса и я не знаю это правильно или неправильно просто надо чтобы вышли пузырьки те которые непосредственно образуются при перемешивании а дополнительно это зачем они вот я вот этого немножко не понимаю но посмотрим в крайнем случае я потом посмотрю насколько это будет удобно работать с этим силиконом либо какой-то другой нужно покупать ну так размешивается он бодренько хорошо пузыри образуются он изначально сам довольно густой поэтому тут такое дело посмотрим как еще вынется этот крестик потом у меня там так все мешать хватит ну что либо просто попробовать вибрацию нет одной вибрации недостаточно все-таки надо эту смесь газировать но еще раз посмотрю что получится попробую не сильно дегазировать и сразу с вибрацией вот все отключил буквально незначительный вакуум остальное все чисто еще добавлю вакуума ну так же вскипает все очень быстро очень нужно это большую емкость тогда чтобы это все дело все пузыри вышли это вообще в три раза надо как бы больше потому что это сейчас полная была треть она сейчас вот все гремит у меня стоит но пузырьки выходят сверху их образовалось много не знаю как они внутри там вроде начинает просаживаться самое главное что по это смесь у меня не застыла опять я по по гипсу заметил что как когда делаешь дегазацию он еще быстрее схватывается чем когда без дегазации поэтому тут такое дело поскольку он густой все эти пузырьки сверху собираются они никак не не хотят из него выходить они сверху эти пузыри стоят ладно все чтобы не застыл выключаю вон видите все просело обратно туда ну я просто не знаю пузыри вон они как как бы есть этой лопаткой внутри но они в основном сверху я смотрю эти пузырьки внутри то нету смеси ладно начнем заливать сейчас я камеру поверну чуть-чуть это вроде а ну вот сейчас она течет вроде нормально самое главное чтобы я не застыл не ошибся с количеством а то еще будет у меня тут тогда праздник когда не хватит лучше пусть крышка останется нет вот теперь вы когда 100 к одному очень все хорошо как раз хватило глазомер еще работает ну вот залил всю форму залил все залилась тряпочкой вытру то что пролил здесь чуть-чуть из этой из опалубки ничего не вытекает сейчас я чисто на вибрацию поставлю вот не буду я больше газифицирую то что начнут опять пузыри выделяться так ну повибрируем ну вот видите чуть-чуть переворщил застывает через 10 минут вроде все нормально дегазацию сделал все а лить уже не получается вот а потом решил чуть-чуть не долить еще раз размешать так она вот сутки больше суток уже по полтора суток прошло все в таком же жидком виде все растеклось все поскольку стоял на батарее пластилинчик подмяк и это силикон сочетки весь весь вытек так что не вариант для себя я понял что очень точно такой двухкомпонентный у которого мало отвердителей когда нужно большая небольшое количество вот точно попасть и все время одинаково будет достаточно сложно потому что чуть больше чуть меньше этого того и уже это очень критично и когда размешивать какую-то большую форму снимать я думаю что там будет все нормально потому что ну вот она застыла за 10 минут вот она вот до такое состояние вот видели в видео да как резина как силикон очень хороший тянется это по шору 20 в принципе нормально и вот то что видео я там показывал обмазывал вот ну начал сохнуть я быстренько обмазал и а потом уже эту обмазанную попробовал другим залить но вот то что вот обмазал в принципе я формочку вынул вынул оттуда все все пролилось все нормально вот это вот она внутри так и засохла которую начал сохнуть а то что я долил сверху уже ну вот и не сохнет уже полутора суток ну вот как бы так следующим этапом что я подумал что я когда-то ну полиграфией занимался и у меня где-то где-то должен быть вот этот фото полимер который для изготовления штампов печати ну и всего такого фотоспособом вот порылся но хорошо все свозилось на дачу ничего не выбрасывается нашел я этот полимер сейчас покажу вот вот такой фотополимер он однокомпонентный и затвердевает под ультрафиолетом вот в принципе решил посмотреть может быть получится снять форму вот на нем с использованием его просто обычно он используется для печати для плоских таких чтоб сделать печати это очень легко делается там но это на технологии сейчас не об этом можно найти на ютубе там печатается на пленке на лазерном принтере в инверсии то что нужно сделать ну типа печати то между двух стеклянных пластиночек укладывается заливается просвечивается то что засветилась затвердевает то что не засветилась потом под водой сфере щеточкой вымывается и получается вот такой барельефчик уже штамп печать можно всякие декоративные делать но вот он для этих целей я не видел чтобы кто-то его использовал для снятия форм ну я решил попробовать сейчас покажу раньше когда я полиграфией занимался у меня вот такой я полимер покупал ну он шел для изготовления штампов вот таких вот вещей он затвердевает под ультрафиолетом тоже напоминает силикон когда высыхает вот эти там штампы на всякие вот декоративные дел в принципе но ему лет уже очень много ему лет наверно там было четыре и тут ну лету больше 15 но он еще жидкий там внутри вот стоял не знаю насколько он свойства свои потерял и или нет и вообще такое сейчас продается или нет я тоже не знаю поэтому в следующих видео я на нем тоже попробую что-то снять форму и покажу принципе его достаточно много если для таких мелких тоже думаю сгодится а раньше я его вот чем вот ультрафиолет где брал вот такая лампа такой солярий советский который вот покупал очень давно на барахолке купил такая лампа вот она с таймером и в принципе очень удобно было очень быстро затвердевал по под этой лампы вот этот полимер вот так что это было очень удобно вот у него есть таймер включаешь но это я так понял советское время было популярно загорать как бы такой домашний солярий вот но в принципе до сих пор работает ему лет уже вообще непонятно сколько этому аппарату я думаю он годов семидесятых там с восьмидесятых вот прошлого века можно сказать но вот пока работает его вот я тоже вот на даче тут берег берег вот тоже нашел свое применение буду пробовать просто его он стоит тысячу лет не знаю что вообще даже сейчас представляет сейчас залью и посмотрю но он был такой густой она тоже густой вот он такой соплей течет посмотрим в нем пузыри появляются видите вот если надо так растечь ну что хорошо он сохнет не так быстро как вот тот я не знаю пузыри вот эти обычно я убирал вот так вот он нагревал чуть-чуть и он пожиже становился и пузыри убирались вакуумную не буду я его помещать сейчас растечется там все это дело потом у меня потом у меня было время все это дело очень-очень подзастыл он раньше был более текущий ну заодно проверю можно ли вот снять и им форму пузырики есть так что я его на вот эти пузырики на вибро поставлю чтобы он растечется получше и пузырики выглядеть что иначе они мне на форму на форму все пузырики солнышко светит конечно не очень хорошо это ультрафиолет вот на вибрации там эти пузырики выходят очень хорошо ну мне просто в принципе понять возможно ли невозможно из этой формы сделать потом ее снять сейчас я вот этим спреем чуть-чуть обработаю чтобы он точно отлик это восковой спрей в общем-то рекомендую так пока подсыхает так вот сохнет где-то минутку надо потрогать чем-нибудь сползла в одну сторону наклон это мне пока это для пробу поэтому мне тут не суть важно ну да затвердевает ладно пусть засохнет пока так подольше подержу а потом я просто переверну и с другой стороны тоже досушу ультрафиолет дело хорошее только вредное для глаз желательно надевать очки темные иначе можно повредить себе глаза бактерицидные лампы такие вот так что но у этого очень слабенький ультрафиолет это не такие как медицинские бактерицидные лампы тут стоят поэтому в принципе но и для бытового использования и шелтый солярий такой ну все вроде застыл на так и подсыхает что она внутри сохнет а сверху липкая атака уже резина это сейчас ферри надо отмыть сейчас выну я ее и пойду ферри отмою как бы он еще не испортился застыть застыл как как отделиться от формы я не знаю еще вот но это просто чисто тестовая мне просто нужно понять как вообще с этим полимером можно ли вообще работать вот я его потом ножичком аккуратно разрежу и попробую снять а вообще чтобы чтобы потом туда воск залить его вероятность что нужно еще в гипс залить в две половинки гипса нож потому что он будет очень хлюпкий ну либо впоследствии заливать просто вот в большую форму так вроде вот эта нижняя часть которую я отдельно заливал потом заливала вроде она слиплась все нормально такой резиновый вот вариант пошел отмывать ну смотрите с трудом оттер пластилин это дело но все застыла вот как это такой очень твердый силикон либо там вообще каучук такой попробую разрезать я конечно вот и посмотрю возможно ли так но этот чисто пробное я особо не добивался пузырьки есть вот на прозрачном фоне видно да но на самой модели вроде вроде их нет поэтому они только вот но все сверху полость но и раньше так было когда штампы я делал они бывали пузырьки сверху на допустим внутри там их не образовывалось ну вот такая вот субстанция принципе но быстрее чем с тем гелем поэтому не знаю но посмотрим сейчас заточу ножичек и попробую так аккуратненько вот так вот ну вот сверху обрежу а потом попробую его вытянуть оттуда как бы получится не получится не знаю но я его обработал этим чтоб не слипалась потому что вот этот полимер он когда высыхает он слегка такой вот подлипучий становится ну такой липнет примерно как знаете сейчас покажу может видели такие резинки были но они были и есть они такие к ним чтоб телефон не скатывался с торпеды прилипает и помоешь и она потом такая слегка липкая вот это вот точно так же себя ведет вот этот полимер вот он такой же сверху остается такой слегка липкий поэтому для штампов был очень хорошо он как раз хорошо на себя брал вот этот сами чернила и нормально печатал ну вот вот неровно резана одноровную поверхность там но это все быстренько в опыхах чисто посмотреть еще рабочий не рабочий этот полимер но вот в принципе рабочий но просто выдернуть не получается она как бы присосалась туда придется все-таки с одного бока еще подрезать чтобы как-то туда воздух попал и форма форма оттуда вышел что-то ссувать туда ничего не хочется так как боюсь повредить но с другой стороны она прозрачная во всяком случае будет видно как туда заливается воск заодно посмотрю ну вот вроде вытащить можно будет все ребята достался вот получилась вот такая штуковина в принципе достаточно прилично все передалось даже с этой стороны тут буковки спаси и сохрани не знаю видно не видно но в принципе все передалось и пузырей никаких нет здесь на форме вот поэтому я думаю что что удобнее работать то с этим если бы она была еще кубиком до отлита не такая вот плоскостью а ее надо чуть-чуть форма либо круглая но чтобы потолще здесь было здесь тонковато конечно вот она гуляет я боюсь что когда воск начнешь туда лить она либо тут будет ее это ну пухлить пухлить здесь но в принципе все хорошо ее сжать между двух пластиночек я думаю что будет вполне реально вполне реально воск отлить но отолью потом как-нибудь я покажу пока вот видите это получилось гораздо быстрее в таком варианте сделать чем тем гелем и мудрить не надо ничего взял просто взял просто ультрафиолет и все ну вот форма получилась отличная вот такая гибкая вот это я ее уже много раз это пытался тут воск в нее отлить тоже позже покажу сейчас в этом же видео что получается что не получается и на какие подводные камни я наносил наткнулся в этом варианте форма вынулась нормально ну сам крестик который я вот форму положил но он тоненький такой вот я его отливал показывал тоже на своем канале в принципе все все нормально вынулась режется сложнее чем тот поскольку ну жестче но в принципе ничего ему не сделалось я его потом когда пытался в него отлить в воске вот весь заляпал воском потом просто прокипятил в водичке воск весь отошел и щеточкой с ферри помыл и опять нормальная форма суть в том форму сделал думаю надо залить но поскольку форма такая на скорую руку делалось чисто чтобы проверить возможно ли снять форму вообще этим полимером и вообще потом вытащить из него саму деталь получилось что все нормально и что хорошо видите прозрачный вот там крестик этот видно он прям как будто там внутри остался видите вот и сзади там вот спаси сохрани написано но деталировка вся вся отлично получилось все получилось отлично другое дело что я его сделал тонкий и соответственно когда его сжимаешь и туда пытаюсь налить воск инжектора нет пытался шприцами тоже сейчас покажу на что нужно обратить внимание в будущем в тоненькое отверстие сложно залить ну и сминается форма надо либо гипсовые еще делать ну все это пока для проверки это вот первое видео по работе по моей работе с этими силигонами силигонами вот но всяко разно пытался отлить то воска не было под рукой я воск сам вот на отливал чуть-чуть намесил рецептик с ютуба взял в принципе нормальный воск получился довольно такой плотная деталировку хорошо и хорошо льется ну кому интересно там я потом могу показать рассказать это я тоже на скорую руку все делал в чем плавил я его сейчас покажу все включаю выставляю ну сколько ватт 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 наверно сто там сто пятьдесят на этом так сто вот сто семьдесят ватт один ампер вот греть в чугунной это чугунная на индукционном на котором я и плавлю металл в принципе очень удобно он равномерно прогревается не ничего не пригорает и нормально будет плавиться то есть сверху сейчас прикрою чем-нибудь чтобы побыстрее нагрелся так и равномерно ну и все и будем мешать и не смотреть что тут у меня получится но уже более менее расходится хорошо бы конечно подкрасить его но нет нет ни жировых мелков ничего нет и краски художественные тоже сейчас так сразу я их не найду вот получилось что вот эта чугунная штучка очень хорошо держит потребляет мало вот я на той же индукционке на своей плавил и равномерно тепло не нужна водяная баня это чугун поэтому там сто пятьдесят двести ватт нормально до двухсот градусов разогревается достаточно быстро ничего не дымит не пахнет мне понравилось как работает вот еще как как бы можно использовать индукционную печку ту же самую все одну я все хочу завязать на одну свою печку из этого сварочного аппарата поэтому вот пытаюсь такую технологию отработать для себя вот именно для этих целей вот с чем я дальше столкнулся залить в такое маленькое отверстие без инжектора никак я думаю что если форма была большая куда просто можно было вылить там ну тип статуэтка что-то вот такое это просто вылил и все вот в такую ювелирную форму нужен инжектор чтобы туда все таки под давлением затекать чем хороша эта форма видно как затекает туда воск и как он все всю форму заполняет поэтому с этой с точки зрения фотополимер мне кажется более реально сразу видно есть брак нет брака и лить еще или не лить еще ну короче я вот эту технологию буду отрабатывать и вам все это покажу я думаю все я вот для себя думаю что я все таки остановлюсь на фотополимере тем более посмотрел сейчас он в интернет магазинах есть не именно такой но по шору тоже 50 тоже для стантов печати тоже для ультрафиолета поэтому я думаю что отличаться он сильно не будет и получается что он гораздо дешевле но не гораздо но подешевле чем двухкомпонентные но и с учетом того что как я уже говорил что его льешь прямо уже заливаешь форму не надо лишку вот вылил его из баночки и все сколько надо не надо с запасом ничего прямо и все остальное осталось банки не смешивать ничего не перемешивать ничего не надо ну как то с точки зрения логики так наверное было бы удобнее я не знаю почему делают двухкомпонентные вот для этих целей когда ультрафиолет вполне вполне себе это дело реально но опять отошел от темы значит коснулся как туда залить воск то я расплавил но посмотрел на ютубе там некоторые шприцами заливают я тоже нашел шприц хороший был шприц то что я говорю был вот стеклянный шприц вот такой вот все замечательно тут металлический у него выход думаю как здорово я с ним и поработаю вот как раз я этим металлическим туда в отверстие ватну и нормально надавлю суть в том что у него поршень металлический а этот корпус стеклянный и когда я туда набрал воск 100 градусов коэффициент расширения разный у металла и у стекла металл расширился сильнее и поршень просто заклинило все заклинило не из-за воска потому что воск там бултыхался вот а заклинило потому что не сдвинуть его было потому что сильно расширился но тут очень хорошо он притертый поэтому тут незначительное расширение и уже все клинит поршень ну вот результат видите да вот значит это не прокатило поискал я у себя еще шприц ну какой был вот малюсенький пластиковый им более менее нормально все поршень ходит все тут другой вариант что иголки не было на конце да и в принципе шприц немного при 100 градусах он становится уже ну размягчается чуть-чуть тем более вот эта нижняя нижняя часть да и когда я туда упёр посильнее как бы я ее просто загнул и все воск часть прошло часть не прошло что-то наружу пошло но тоже неудачно нужен шприц с хорошим наконечником пластиковый шприц сейчас я заказал в интернет-магазине завтра съезжу заверу ну и продолжу вам покажу я что ну коль форму то я сделал нужно ее как-то как-то все-таки опробовать посмотреть как отпечатается отпечатается ли вообще ну вот я значит что я сделал я просто вот так вот ее развернул чуть-чуть вот сюда наливал жидкий воск и сдавливал с двумя пластиночками сверху все лишний вытекал то что там вот в форме оставалось но поскольку форма как я сказал уже она тонкая вот здесь продавливалась очень сильно и так то вот сама моделька тоненькая а с воском она продавилась еще сильнее если бы был инжектор то она чуть-чуть форму наоборот бы так вот раздала а так она вот провисла вот так сейчас я покажу в принципе деталировка отпечатка все все нормально все вот видите вот и с этой стороны и с этой но настолько он тонюсенький он светится вот на просвет вообще вот весь прозрачный он просто очень тоненький прям в руках разваливается вот один и второй но при этом отпечаток все все нормально это еще воск ну сами понимаете воск тоже на скорую руку делался поэтому вот просто решил один день на это дело убить и как-то что-то попробовать посмотреть и для себя понять в каком направлении идти дальше ну вот пока так вот разный коэффициент расширения у металла и у стекла он нагрелся и все заклинило его поэтому сейчас надо поискать где-то у меня был шприц пластмассовый сейчас поищу пока тут греется ладно тоже не вариант вот нашел небольшой пластмассовый сейчас попробуем и посмотрим что получится не ну этот набирает хорошо и плюет хорошо так что должно получиться этим удобней все ребят набираем сейчас будем впрыскивать а тут другая проблема шприц от температуры шприц от температуры шприц от температуры весь спухонился и похоже туда ничего не попало ну вроде пока все рассказал показал кто досмотрел до конца дотерпел мой рассказ что еще хочу добавить то что при дегазации когда любое вещество дегазируешь это все сильно вскипает нужно брать емкость раза в три больше чем вот налито вот то что нужно дегазировать иначе это все подымается и вытекает наружу вот либо надо потом сбрасывать туда-сюда вот этот клапан чтобы это оседало поднимать оседало поднимать но это неправильный вариант потому что пузырьки там наоборот начинают как как бы скапливаться надо бы поднять один раз продегазировать чтобы это все и чтобы смесь потом сама вот опустилась но для этого нужно емкость большую это вот тоже я на это дело обратил внимание но и это то что касаемо вот вот этого геля то что касаемо фотополимера у него столько пузырьков не образуется его в принципе вот когда штампы печати делаю достаточно небольшой вибрации все эти пузырьки выходят и сверху их слегка теплым феном вот раздуваешь и все тем более тут никак по времени когда с ним работаешь не ограничено это можно делать там ну любое время не торопясь а потом уже ультрафиолет и все это быстренько раз но просто не успеют образоваться новые пузырьки потому что схватывается буквально через минуту уже все он схватился вообще когда штампы печати делаешь вот за засветка у меня происходило 15-20 секунд вот поэтому ну потом можно подержать просто чтобы он уж совсем если толстая смесь подольше вот эту всю форму подержать под ультрафиолетом там но минут 5-10 чтобы уж совсем все закрепилось и тогда вот все получается вот такая штучка ну вот такие мои наблюдения вот пока все на сегодня так что пишите спрашивайте ставьте лайки и дизлайки там комментируйте но в комментариях мне не очень удобно там теряются особенно когда комментарии под комментарием я просто не вижу уже следующее мне сложно ориентироваться где кто и тем более видео много и пишут комментарии под разными видео видео и очень сложно мне корректировать есть у меня телеграм-канал сейчас сделан там вот чтобы чисто для общения что вот я туда специально уделяю свое время и там вот сижу отвечаю на вопросы вот но он как бы платный плата небольшая ну трачу свое время как бы иначе можно было чем-то другим доход другого нет поэтому тут так если есть желание помочь каналу этому каналу или телеграм-канал то подписывайтесь там есть ну небольшой тариф из ровными 3 3 дня пробных зайдете посмотрите не понравится можете не подписываться так что тут выбор есть но я в основном там и отвечаю на все вопросы очень подробно рассказываю показываю объясняю суть ну и больше по печкам вопросы задают по индукционному нагреву поэтому вот я решил для себя сделать так что на комментарии на какие-то но которые которым нужен развернутый какой-то ответ или что-то но объяснить нужно более подробно то я там здесь на ю тубе я тоже стараюсь отвечать по мере возможности на комментарии так что пишите спрашивайте ну ладно все всем пока продолжают творить